Добрый день! Сегодня 8 число, 8 февраля. В Китае все еще отмечается Новый год. Сегодня хочу снять небольшое видео про китайское метро. Вот видите, сзади меня красный указатель. Это указатель метро. Здесь в радиусе, наверное, 500 метров вокруг любой станции метро стоят такие указатели, которые показывают направление, название станции и вход в метро, на который вы попадете, если пойдете по этому указателю. Вход и метро обозначены латинскими буквами. На каждой станции метро есть лифт. Лифт для людей с ограниченными возможностями. Вход в метро существляется как по жетонам, так и с помощью таких карт, то есть контактных. Такую карту можно купить. В метро есть специальные, такие обученные люди. Называется обслуживание, что-то там, сервис, не помню. Название. 18 юаней стоит такая карточка. 18 юаней вы платите, это как депозит. Дальше вы ее можете пополнять, пополнять в магазинах 7-11. Или с помощью WeChat, есть специальное приложение WeChat, можно пополнить карту на любое количество юаней. поездка в метро стоит зависимость, цена зависит от длительности поездки. Чем дальше вы едете, тем дороже. По-моему, максимальная сумма в Гуанчжоу где-то 17 или 20 юаней, не помню. Это из одного конца до другого конца самых дальних станций. Одна станция стоит 2 юаня, по-моему, так же, как проезд в автобусе. Карточка эта дает какое преимущество? Приобретая ее, вы сразу получаете скидку. Она небольшая, но она есть. То есть, одна поездка уже стоит для вас не 2 юаня, а 1,8. Дальше, с 16 поездки, с 16 поездки у вас скидка уже 40%. Карта эта действует как в метро, так и в автобусах, то есть на всем общественном транспорте в городе. так, наверное, вкратце все. Сейчас сниму вход, сам спуск, охрану и поезд. Вот так вот выглядит вход в метро. Видите, вот здесь вот велосипеды вокруг прокатные. не вопрос. Вышел с метро, взял велосипед и поехал. Вот сам метро. метро. Вот и у вас бокалочек там. Все. Метро очень светло, чисто, все охраняется. А, кстати, на некоторых станциях есть туалет, все бесплатно. Не вопрос. Зашли. Вот, Customer Service Center. Это вот как раз то место, где можно приобрести карту. Вот такие пункты охраны везде. То есть весь багаж досматривается. Это обязательно. Например, в Шенчжене. В Шенчжене даже бутылку воды просто так пронести нельзя. Обязательно. Обязательно ее проверяют на специальном приборе. Вот, видите, сам вход в метро по QR-коду через телефон, по карте или жетоны. Жетоны продаются в специальных терминалах. Вот они стоят здесь. Они сенсорные. То есть там карта метро. Сейчас я вам покажу. Карта метро. Вы выбираете станцию, на которой вам надо проехать. Интерфейс на китайском и английском языках. Это будка. Фотографии. Можно тут сфотографироваться, если вам нужны. Зонтики в прокат, если дождливая погода. Вот такая. Вот такие штуки. Оплатить можно с помощью телефона, с помощью Alipay, WeChat или наличкой. Здесь карта метро. То есть вы выбираете, куда вам надо. Пожалуйста. Например, какую станцию выбрать. Давайте. Самая любимая станция для русских туристов. Гуанчжоу Railway Station. Да? Вы на нее нажимаете. А, да. Вот она здесь, название станции. Вы выбираете, сколько вас, сколько билетов вы купите. И, например, вас два или два человека или один человек. То есть с этой станции проезд для вас будет стоить семь юаней. Дальше принимаются монетки, купюры. Или вы можете оплатить через Alipay или через WeChat. Вот такая схема. Все надписи дублируются на английском языке. Весь персонал метро, практически весь персонал, по крайней мере тот, который работает с клиентами, говорит по-английски. И с этим проблем нет. Сейчас зайдем, покажу, как это работает. Такая карта. Сразу показывает баланс карты и сколько поездок совершено в данном месяце. Вот такие лифты. Лифты сейчас покажу. Вот видите, лифты. Везде, на каждой станции есть лифт. Вы можете воспользоваться им. Вот поезд. Приехал. Такой мужчина. Сотрудники метро показывают, что сейчас заходить можно, проблем нет. все объявления дублируются на китайском языке, на кантонском диалекте и на английском. Вот такие везде стоят экраны. Можете увидеть рекламу и полезную информацию. Значит, что поезд отправляется дальше. Следующий поезд прибудет через 4 минуты. Время и день недели сегодняшний, дата на тот случай, если вы потерялись во времени. Вот этот лифт, тот, который мы видели на втором этаже. Пожалуйста. Также на всех станциях есть выходы оборудованные не знаю, такими пандусами электрическими. То есть, если вы ездите на коляске, подъезжаете, нажимаете кнопку, подходит сотрудник метро, такой вот, как там был в белой форме. И он вас провожает до выхода. Каждый вход, вот этот вход обозначен для инвалидных колясок, как раз и для людей. Видите, такая дорожка для слепых. Там вот именно в этом месте будет вагон оборудовал. Отсутствуют сиденья и сделаны крепежи для колясок. Соответственно, такие же места есть в первом вагоне и в последнем. Спуститься или упасть к рельсам на пути невозможно, потому что здесь все закрыто и открывается только, когда подъезжает поезд. Сейчас попробую снять что-нибудь внутри. Вот поезд приближается. Никакого шума и ветра из Кузняка. Заходим. поезд такой сквозной. То есть вагоны есть, но вы можете пройти от первого до последнего без каких-либо дверей и преград. Любимое развлечение китайцев, ну и, наверное, как и в России, так и в любой другой стране. Это зависание в телефонах всю поездку, а потом внезапно услышать, что твоя станция и дверь уже закрываются, вскочить и выбежать. Это нормальное явление здесь. Или, например, зайти и тут же прямо в дверях поставить свой чемодан, сесть на него и сидеть. Как другие будут заходить, перепрыгивать, перелетать или что-то. Как бы это уже никого не волнует. А самое интересное, что таким людям даже никто не делает замечаний. то есть они так и сидят, все через них перешагивают. В этом плане терпимости, конечно, не занимать китайцам. Нет такого, что куда ты прешь там или смотри-ка, что ты тут расселся. Такого здесь вообще абсолютно нет. Так же, как сейчас в последнее время все чаще выступают места старикам, детям. мне казалось, что в предыдущей поездке такого было меньше. Это вот уже следующая станция. Станции как две капли похожи друг на друга. С той лишь разницей, что отличается цвет и оформление. Никого нет, никто не заходит. это наша станция. выходим. В середине выходят, слева-справа заходят. Правило такое. вот эти люди сотрудники метро ругают китайцев и не китайцев за то, что они заходят посередине. Такая вытянутая рука означает заходить уже нельзя. Хотя так же, как и везде, забегают в последнюю секунду, выбегают в последнюю секунду. однажды был случай, я стал свидетелем случая, когда мужик залазил в вагон и дверь закрылась, его защемило, двери открылись, он забежал в вагон, двери опять закрылись, поезд тронулся и в этот момент три сотрудника метро вот в этой белой форме подбежали, что-то там по рации ругались. Мужик, наверное, видимо, вовремя сбежал, его бы за это оштрафовали от полиции, патрулирует метро. Так, нам на D такие выходы, на D 2, по-моему, если я не ошибаюсь, я не знаю, слышно, во мне это играет национальная музыка. Уходим. Видите, поездка 1,9 кстати, почему-то 1,9 вместо 1,8 наверное, я что-то перепутал, не такая большая скидка. И все. В общем, вот такое вот видео по китайской метро. по-моему, в общем, в общем-то что-то в общем-то рассказывает, что-то просто уже, и что-то в общем-то что-то они Субтитры создавал DimaTorzok